Субтитры создавал DimaTorzok С Днем Ангела, дорогие именинники! Не только благообразные черты могут дать рождение имени, так как, например, светлость и миловидность дали, соответственно, рождение таким именам, как Светлана и Людмила. Имя может родиться и из не очень хорошего качества. Так, к примеру, близорукая по-латински Цицилия или Кикилия, и это имя. Имя, причем, очень любимое на Западе святой. Вы, может, слышали его в форме французского «сесиль». У нас оно не прижилось, а на Западе очень и очень почитаемо. Сегодня церковь совершает память святой мученице Цицилии, римлянки. Святая Цицилия была рождена и воспитана в благородном римском семействе. Она была красива, умна, богата и в юном возрасте уверовала в Господа Иисуса Христа. Она не хотела связывать свою жизнь с каким-нибудь человеком-язычником, за которого хотели бы ее выдать замуж родители. Поэтому много молилась Богу о том, чтобы муж ее был христианин. Когда ей подобрали пару, Цицилия употребила все старания своей души, чтобы ее супруг будущий по имени Валериан также уверовал в Христа Спасителя. С этой целью Цицилия нашла некого епископа Урбана, который жил в пещере за Апиевой дорогой в тайне, скрываясь от тогдашних постоянных почти что гонений беспрерывных. К епископу Урбану Цицилия привела Валериана, и брат Валериана по имени Тивуртий также пришел туда умными, глубокими словами. Епископ обратил сердца молодых людей ко Христу, крестил их, и тогда Цицилия уговорила Валериана сохранять девство и отношения, не переводить в полнокровные супружеские отношения, но быть как духовный брат и сестра. Валериан на это согласился. В тогдашних условиях гонений, когда смерть нависла над всеми исповедующими имя Иисуса Христа, желание плотских утех, стремление к мирскому счастью было до крайности мало, как бы слабо в сердцах христианских, и не стоит удивляться таким странным для нас сегодня в покое живущих решением. Гонения и опасность смерти действительно не заставили себя долго ждать. Первыми за исповедничество имени Господня взяли на суд Валериана и Тевуртия. Они были биты, мучимы и в конце концов обезглавлены. После них смерть настигла и Цицилию. Когда ее казнили, а казнили ее, кроме всего прочего, еще и за то, что она перед смертью раздала все свое имение нищим, а по тогдашним законам правитель мог присвоить себе имение тех, кто был законно казнен. Вот в гневе он приказал ее казнить, и палач, ударив ее мечом, не убил, но только ранил. Видимо, не было закона, чтобы бить мечом два раза, и поэтому она глубоко, получивши глубокую рану, три дня еще прожила в страдании, но непрестанно проповедовала имя Христова и отошла ко Господу. При этом обратила ко Христу более 400 человек. Напомню, что имя ее означает «близорукая», однако этого никак не скажешь о ней по духовным ее качествам. Наоборот, она была дальнозоркая и яснозрящая, поскольку главное, чтобы человек не телесными глазами был зорок, но чтобы сердце, сердечные глаза у него видели истину. В этом отношении Цицилия была противоположна своему именю, что и привело ее к пиру в Царстве Небесном. Кроме носящих это имя, если есть среди наших соотечественниц такие люди, такие наши сестры, мы поздравляем также, кроме Цицилии, Филиппа, Архиппа, Михаила, Владимира, Илью и Алексея. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова